Эрефия на коленях Они постоянно пугали «можем повторить». Я этого не понимаю, как надписи на Берлин, как надписи «можем повторить». Я говорю, что это? Что это вообще? Кто ты такой кусок говна, что ты хочешь это повторить? Или обещали в один ник поставить весь мир на колени. У нас сильное государство, ядерные державы. Если даже наше государство полностью разрушит автоматические наши ядерные ракеты, полетят там. И весь мир мы перевернем, рака поставим. Но перед тем, как делать такие тупые, нереализуемые заявления, пропагандисты зомбиленда лучше бы подумали, а как встать самим, поднять свой народ с колен и перестать, как настоящие рабы, роптать перед своим сумасшедшим царем и стоя на коленях вымаливать у него какие-то базовые вещи. Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум, я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Лучше и не скажешь. Подобную заботу ощутили на себе крымчане, когда их оккупировала Ирефия. Они попали в мир беспредела и лжи, где есть только подачки, которые и то надо заслужить или выпросить. Уважаемый Владимир Владимирович, обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему. Эксперты говорят, что в РФ есть давняя традиция персонализации власти. Если точнее, то простые россияне изначально воспринимают первое лицо в стране, как человека, который попросту может все. А это значит, что в глазах жителей РФ Путин чуть ли не всемогущий. Мы обращаемся к вам, как к Богу Владимиру Владимировичу Путину, просим нам помочь. Настоящий российский феномен. Царь добрый, бояре плохие. Для жителей РФ Путин, конечно, хороший, а ко всем местным чиновникам у них нет доверия. Все отписки возвращаются на уровень нашей региональной власти, которая не принимает никаких мер. Разберитесь, пожалуйста, сами. Местные чиновники по всей РФ не выполняют свои обязанности. И поэтому отчаянные россияне с разных уголков страны чуть ли не ежедневно записывают всевозможные видеообращения к Путину. Обращение к президенту России. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста, не разочароваться в российском правосудии. Просим вас принять личное участие и оказать реальную помощь. У нас очень много проблем. Катастрофическое ухудшение уровня жизни в РФ тоже одна из причин такого количества просьб о помощи. Проблем стало больше, денег меньше. А Кремль все так же занимается финансированием войны и пропаганды. А на своих граждан их проблемы, кажется, внимания совершенно не обращают. В интернете можно найти тысячи видеообращений к ВВП. Поводы самые разные. Это не только обманутые дольщики, проблема которых не решается в России уже много лет. Одни кричат о помощи из-за якобы варварского способа добычи угля в городе. Онко-больницы переполнены, недвижимость обесценена, город банкрот, никакого развития нет. Либо устраняйте эти проблемы, либо объявляйте Новокузнецк в зону экологического бедствия. Другие мечтают о том, чтобы их город включили в состав Золотого кольца России. И просят Путина позитивно повлиять на турпоток в их край. Уважаемый Владимир Владимирович, вас приветствуют жители дремевшего города Подмосковья Зарайска. У нас тут древний Кремль, сохранившийся в первозданном виде. И усадьба Достоевская, которая притягивает любителей его творчества со всех уголков нашей страны и мира. Но есть одна проблемка. Сплошные свалочные полигоны, окружившие Зарайск. По мнению жителей города, вряд ли они привлекут туристов в эту местность. И кто, как ни Путин, должен с этим разобраться? Мы недоумеваем и чувствуем себя незащищенными в данной ситуации. Мы простые люди, хотим простых вещей, чтобы обещания, озвученные правительством, выполнялись. Но мы твердо убеждены, что вам понадобится еще меньше времени, чтобы нас услышать и принять соответствующие меры. Работники завода «Пенский МАШ» просят президента РФ обратить внимание на ситуацию с необоснованными сокращениями людей на предприятии. Администрации города Пензы отказываются вмешаться в дела собственные. Просим вас разобраться в связи с сложившими ситуациями. Работницы «Челябинской обувной фабрики» тоже переживают, что могут остаться без работы. Так как все прилавки магазинов и рынков переполнены дешевой китайской обувью. Владимир Владимирович, почему в магазинах так много контрабанды? Честно говоря, не знаю. Мы в своей продукции уверены на 100%, но конкурировать с нечестными производителями мы не в силах. Заведующая детского сада из Волгоградской области жалуется на то, что районная администрация заставляет ее подписать акты и заплатить деньги за невыполненные ремонтные работы канализации в учреждении. Господин Соколов решил сломать канализационную станцию, о чем известил нас письменно, аргументируя тем, что если нет денег, то нет и канализационной системы. Помогите, пожалуйста, нам разобраться в сложившейся ситуации. Да уж, канализационные разборки в детском саду – это действительно проблема всероссийского масштаба. Путин обязательно мигом прилетит и все, как говорится, порешает. Вот есть у нас такой анекдот. Подобных проблем просто тысячи. Будь то рейдерские захваты домов и неузаконенные дачные участки. Уважаемый Владимир Владимирович, мы вас просим, узаконьте нам, пожалуйста, участки. Отсутствие горячей воды в домах. Мы моемся в тазе. У нас отсутствует горячая вода. Недостаточное освещение города и плохие дороги. Каждые выборы нам обещают дорогу сделать, но на практике ничего не происходит. Уже нету сил у нас. Автобусы к нам не ездят. Ни одно такси не нанимается. Незаконная застройка парков и вырубка лесов. Спасите наш лес! Спасите наш лес! Спасите леса, легкие нашего города! И многое-многое другое. Убедительно просим вмешаться, спасти деревню от сноса, оградить от произвола федеральных чиновников. Стоп! Давайте разберемся. Во-первых, очевидно, что у Путина есть дела куда поважнее и покровавее. К примеру, война в Украине или Сирии. А во-вторых, представьте, до какого отчаяния доведены люди, что по-настоящему верят, что вопросом лампочек в школе будет заниматься президент РФ. А вот и получается, что по любому поводу в России сразу Путин помоги. В год кино жители нашего города обращаются к вам. Верните кино в Заринск. Хочу кино! И каждый в своем видеообращении просто из кожи вон лезет, чтобы попасть на глаза Путину. Кто-то с собой в кадр берет ушастых и хрюкающих компаньонов. Здраво будет Владимир Владимирович. Я фермер Дмитрий Николаевич Кучко из города Бородино, Красноярского края. Кто-то креативит как может и обходится без банальных слов о помощи на камеру. Свои просьбы о помощи могут выложить даже маршрутками. А вот жители Астракани, чтобы вернуть в город троллейбусную линию, запустили целый флешмоб с хэштегом «Троллейбус вернись, троллейбус живи». Нам нужны именно троллейбусы. Не автобусы, не маршрутные такси, а нужны троллейбусы. Я люблю троллейбусы. Хочу, чтобы он возвратился на улицы нашего города. Защитите наши троллейбусы. Пусть их выпустят на линии. Ну и, конечно, одним из самых популярных и проверенных способов привлечения внимания остаются дети. Вот, к примеру, в Красноярске они просят Путина построить им новую школу. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу, чтобы я учился в школе рядом с домом. А в Новосибирске читают президенту РФ стихи. Это видео появилось и сразу разлетелось по всему интернету. Больше сотни жителей Екатеринбурга оказались жертвами застройщика-мошенника. Люди вложили деньги в квартиры, которых по факту не существует. А мы остались без денег и без жилья. Мы – это инвалиды, пенсионеры, студенты. То есть незащищенная часть нашего населения. Я кое-как наскребла эту сумму, Владимир Владимирович. Я вообще не знаю, где буду жить и как жить. Помогите, пожалуйста. После двух минут рассказов о своей нелегкой судьбе екатеринбуржцы решили, что для привлечения внимания Путина этого недостаточно. И встали на колени. Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встают перед вами на колени? Хочется спросить, а как вам не стыдно становиться перед Путиным на колени в стране, которая еще недавно якобы встала с колен? Чуть позже вслед за жителями Екатеринбурга встали на колени и вот эти отчаянные сочинцы, которые столкнулись с проблемой рейдерского захвата их многоэтажного дома. В общем, у нас есть обращение к Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, вот на колени просим вас. Разберитесь, пожалуйста, с беззаконием в Краснодарском крае. То есть вы встали на колени перед президентом Российской Федерации? Чтобы вас услышал, увидел, понятно. Хотелось бы узнать, как именно позиция на коленях может побороть беззаконие в Краснодарском крае. Глядя на все это, грех не вспомнить прямо такие пророческие слова певца Пьера Нарцисса на одном из пропагандистских ток-шоу. Какая страна? Сильная, могущая. И я верю. Я верю. Запомните мои слова. Россия будет на колени. Россия будет на колени. Я имею в виду, Америка будет на колени, Россия по-любому. И зачем певец исправил сам себя? Ведь изначально все правильно сказал, как в воду глядел. Еще раз посмотрите на эти кадры и только вдумайтесь. Люди стоят на коленях в стране, которая мечтает весь мир поставить на колени. Очень красиво. На самом деле все это выглядит нелепо и просто ужасно. И ассоциируется лишь с одним словом. Унижение. Но вряд ли в Кремле хоть когда-нибудь почувствуют стыд за то, что довели страну и своих людей до такого. Но в этом году Путлер и Кремль наплевали на своих рабов окончательно. Впервые за 10 лет отказался от традиционной пресс-конференции. Большой пресс-конференции до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться. Думаем, вряд ли он будет искать возможность общаться со своим народом. Это пропитанное ложью и цинизмом мероприятие ежегодно проходило в декабре, начиная с 2012 года. Но в этом году все точно пошло по плану. И больше не до фюруру в 2022 году похвастаться нечем. Ну, мы не теряем ничего. Все, на что сподобился Путлер, это итоговая пресс-конференция для ручных представителей СМИ. И здесь важно было увидеть лица присутствующих. Казалось, что более удручающего зрелища не найти. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса, ну и общего настроения в обществе, которые демонстрируют единство и стремление к совместной работе для достижения общих целей. Ложь, ложь, ложь и снова ложь. Пиноккио нервно курит, а фантаст, который написал эту речь для пришивого маразматика, явно получил хорошую премию. Или писал это под дулом автомата. Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах 20-ки, причем уверенно демонстрирует. Уверенно демонстрирует свою убогость и некомпетентность сам Путин. Это уже понятно всем. Поэтому и была отменена пресс-конференция. Ведь одно дело выступать, а точнее врать перед пропагандистами, которых ты держишь на крючке. А другое дело принимать звонки от людей, которые потеряли сына или отца, мужа или брата. Вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены. Но, тем не менее, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к военкорам, к волонтерам. Они просят не только обмундирование, это и медицина в том числе. Потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос. Кому верить? Отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Да-да, одни тебе уже поверили и пошли умирать за твои кровавые идеи. Чему это привело? Все прекрасно видят. Более ста тысяч погибших расистов, сотни тысяч покалеченных, не считая полнейшая мировая изоляция. Сегодня в бункере как никогда понимают, что лучше засунуть голову в песок и продолжать искать виноватых в своей стране. Ведь отвечать перед миром и своим народом точно придется. КОНЕЦ